После долгой работы и полугодового простоя в холодном неотапливаемом гараже ферма представляла из себя достаточно грустное зрелище. Точнее даже не грустное, а грязное. Все было покрыто пылью, кое-где потекла термопаста. В общем было принято решение разобрать ее и проводить полную профилактику с разборкой всего что можно. Аккуратно ряд за рядом были сняты все видеокарты. Каждый пучок проводов соответствующей определенной видеокарты был связан и закреплен к раме, чтобы потом не путаться. Также была демонтирована материнская плата и ее блок питания. Блок питания от профилактили теперь продолжим с материнкой. Вот что с ней. Вот видите покрыта прям как будто земля. Это такой слой грязи. В кулере между лопастями радиатора видите прям подушка из пыли. То есть вентилятор дует в грязь, а не на радиатор. Вот такое состояние материнской платы. Одна особенность при чистке самой материнской платы ни в коем случае нельзя использовать воду. Только спирт. Для начала снимаем аккумуляторную батарейку. Извлекаем память. Снимаем кулер. Так будем снимать весь радиатор. Снимается следующим образом. Видите шлицевые прорези вот на этих полувинтах. В них надо вставить отверточку и повернуть их, чтобы они отщелкнулись вверх. Поворачиваем против часовой стрелки на 90 градусов и поднимаем вверх. Вот так вот. Теперь надавливая с другой стороны, легко снимается кулер. Вот так вот сжимаются щечки. И вот. Можно отверточкой плоской штырек центральной протолкнуть и уже щечки сжались и легко все снимается. Вот. Все. Отключаем его. В сторону отказываем. Смотрим на процессор. Сейчас. Вот, чтобы вам видно было. Видите, паста вся высохла. Она даже не липнет. Вот, видите, не липнет. Сухая. Теперь снимаем процессор. Для этого нажимаем на рычажок и отходим его в сторону. Снимаем процессор сам. Ну, у процессора к нему нареканий нет. Здесь все закрыто. Контакт хороший. Все площадочки чистенькие, ровненькие. Но все равно спиртиком протрем. И теперь берем кисть с длинным ворсом. Идем в то место, где не страшно пылить. И чистим материнскую плату от пыли. Вот теперь можем тщательным образом рассмотреть нашу почищенную плату. Сейчас мы ее протрем еще спиртом. Многие используют сжатый воздух. Но сразу говорю, что пыль, которая на материнке, она такая маслянистая. И очень плохо с сжатым воздухом снимается. Берем тряпочку, спирт и не жалея последнего, вытираем оставшуюся грязь. Хорошо это делать на солнышке. Все видно. Спирт и не жалея. Он легко высыхает. И очень качественно снимает жильевую грязь платы. Особенно тщательно, где транзисторы питания стоят. Где трусили. Вот теперь плата единственная чистая. Но сейчас попробую вам показать. Обратите внимание на разъемы. Вот видите, это разъем, который отработал два года. Посмотрите, в каком состоянии ножки. Они все потемневшие. Вот. Сейчас я поймаю солнышко. Видите? Окисл. Их надо, конечно, почистить. Обязательно почистить. Вот. Теперь плата девственно чистая. Но сейчас попробую вам показать. Обратите внимание на разъемы. Вот видите, это разъем, который отработал два года. Вот. Посмотрите, в каком состоянии ножки. Они все потемневшие. Вот. Сейчас поймаю солнышко. Видите? Окисл. Их надо, конечно, почистить. Для чистки я использую вот такие вот разобранные разъемчики. Видите? Их можно плоскогубцами сжать до нужного размера. Вот смотрите. Вот. Сжимается до нужного размера. И аккуратно надевается на разъем, на ножку. И вверх-вниз. Вот так вот. Видите? Видите? Она вот так вот. И очень хорошо очищает от окисла. Эти штырьки медные сами. Они ничего не царапают. Очень удобная вещь. Старую термопасту с процессора снимаем тем же спиртом. Очень легко снимается. Здесь важна не чистота, а чтобы бугров засохших не осталось сверху. Чтоб новая паста ровно растеклась по процессору. Вот давайте я вам покажу какой процессор стоит. Чтоб вы могли прочитать. Вот так вот. Вот так вот сейчас успокоится. Вот так вот видно. Все, видите? Поверхность идеально чистая. Можно ставить процессор назад и накладывать пасту, термопасту. Также спиртиком протрем контакты. И обязательно потом, после спиртика, чтобы никакого налета не было, обязательно просто белой канцелярской бумагой по этим контактам пройти. То есть берем листик обычной не глянцевой бумаги. И вот таким вот образом. Вот так вот. Вот. Потому что в любом спирте есть какие-то добавки. И лучше вот так вот пройтись, чтобы поверхность ножек была идеально чистая. Вот видите? Все. Можно процессор ставить. Кулер с радиатора снимается легко. Видите? Он держится здесь на двух защелках. Вот этих вот. То есть вот так вот чуть-чуть разгибаем их. Вот так вот в стороны. И вынимаем радиатор. Вот смотрите какой он. Вот видите? Вот в эту поверхность, вот в эту подушку из пыли дует наш вентилятор. Соответственно охлаждения здесь никакого. Вот мы вычистили от пыли, отмыли. Можно просто водой, я и повторяю. Счищаем старую пасту спиртом. Вот так вот. Все, радиатор готов. Так, с вентилятором поступаем точно так же. Отклеиваем. Все, радиатор готов. Так, с вентилятором поступаем точно так же. Отклеиваем наклейку. Вот лучше со стороны проводов. Вот она легче подцепляется. Вот. До половинки отклеили. И видим, что здесь не обслуживаемый вентилятор. Видите? Здесь пластмассовый корпус без заглушки. Заклеиваем обратно. Все. Значит, здесь стоит подшипничек. Просто-напросто чистим лопасти, чтобы не было биения. Лопасти чистить легко. Вот так вот. Сначала кисточкой, потом тряпочкой со спиртиком. Вот основную грязь я снял. И теперь каждую лопасть. Каждую лопасть. Видите? Спиртиком вот так вот. Вот. Пропеллер почистил. Рамку тоже спиртиком. Вот. Пропеллер почистил. Рамку тоже спиртиком чистим. Она легко чистится. Все. Все готово к обратной установке. Устанавливаем вентилятор на место. Но сначала берем термопасту. У каждого своя. Каждый свою любит. Я рекламировать не буду. Наносим. Наносим. Кто крестиком, кто как. Я обычно по центру капельку. И по углам. Вот так вот нанесли. Особенность установки данного радиатора. наносим. Вот эти вот. Вот. Сейчас покажу. Резкость на виду. Вот. Вот эти белые две ножки. Они вставляются в отверстие на плате. Между ними штырек. Вот перед установкой штырек надо вот так вот до упора вдавить туда. Вот. Вот. Вдавливаем. Вот. А потом уже ста. Но сначала само собой закрепляем его на радиаторе. Вот так вот защелкнулись вот эти две зачелочки. Все. Теперь вот эти четыре отверстия вставляем вот эти белые штыреки. предварительно сжав их. Они легко сжимаются в процессе вставляния. Вот так вот. Вот этот не утопил я штырек. Вот утопил и сразу встало. Так. Смотрим в обратную сторону. Вот. Смотрите. Видите? Вот. Все четыре двойных видны. Вот теперь можно нажимать и проворачивать в обратную сторону. То есть по часовой стрелке. То есть держим вот так на весу. Ставим отверточку шлиц. Нажимаем и по часовой стрелочке. Лучше вот так вот, противоположное. Нажали и по часовой стрелочке. Вот смотрите. Так. Все четыре вылезли и все четыре повернуты. Вот это не повернуты. Еще вот. Все. Нажал, повернул. Смотрим с этой стороны. Видим полностью вылезшие ножки. Вот так. Видите? На какое расстояние должны вылезти. И в средине торчит черный распирающий штырек. Это значит радиатор поставлен правильно. Теперь нам осталось очистить контакты и собрать материнку. То есть поставить в память. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.